Здравствуйте, дорогие друзья! Важное и короткое видео про вред урбичей и арахисовых паст. Вот то, что многие любят, особенно веганы. Я поясню, почему это неразумно, нерационально, вредно, и это объективно так. Также я хочу эту тему закрыть навсегда, ведь мне очень многие люди пишут эти вопросы. А как вот арахисовая паста? А как же урбичей полезно, вредно? Что вы скажете про урбичей? Итак, я подобное видео уже выпускал. Например, мед, например, яйца, например, хлеб или витамин D3, где полностью закрыл эти темы. И таких видео на канале у меня становится все больше и больше. Это вам удобно, это мне удобно. Экономия времени обоюдная. Итак, вред заключается в пяти основных причинах. Самое главное из которых две. С них и начну. Первое, это окисление жиров, или сокращенно, пол. Перекисное окисление липидов. Как вы знаете, исторически урбич это считается дагестанским блюдом, который состоит из перетертых льняных семян, а дальше уже разных орехов, кто во что пошел. Сейчас их тысяча видов на любой вкус. И в орехах, и в семенах содержатся жиры. В больших количествах, особенно в льняном семени и так далее. А теперь главное. При перетирании, взбивании и так далее семян орехов, те жиры, которые в них содержатся, на воздухе окисляются во много раз быстрее, чем, скажем, в водной среде. Или как в замкнутой системе, например, того же семечки. Когда окисления не происходит, связи с кислородом нет, и не происходит образование тогда пероксидного радикала, а это тяжелые и свободные радикалы, мутагены. А также не происходит образование гидропероксидлипида, двух главных продуктов окисления жиров. Помните, что окисление жиров происходит не только внутри организма, но и вне его, при термической обработке продуктов, при механическом воздействии, как я уже объяснил. Как, например, происходит образование тяжелейших мутагенов при термической обработке мясных продуктов, например, при жарке. Но об этом я говорил в своем видео про мясо. Посмотрите обязательно. Я там рассказывал, что происходит образование, благодаря еще и катализаторам, таким как температура, железо, которое содержится в мясе в большом количестве, при термообработке которого, то есть мясо, происходит образование гетероциклических аминов, нитрозуаминов и других мутагенов, которые обязательно приводят к раку рано или поздно. Так вот, жиры, дорогие друзья, должны в организм поступать в неокисленном, в максимально неокисленном виде. И потому отжатые масла должны быть холодного отжима, лучше вакуумного, правильно храниться, чтобы было минимальное окисление с тем остаточным воздухом, который содержится в бутылочках. И при производстве масел тоже должны быть соблюдены определенные технологии. У нас такие масла есть, к примеру. Но дело сейчас вообще не в этом. Идем дальше. Отчасти ликвидировать вот эти свободные радикалы, возможно, антиокислителями, то есть антиоксидантами. И поэтому некоторые витамины и определенные соединения, такие как кварцетин и его производные, способны отчасти ликвидировать воздействие свободных радикалов. Но это лишь отчасти. В наше время, в нашей жизни очень много факторов воздействия, вредных, отрицательных на организм, в том числе и окислительных, факторов свободно-радикального воздействия. Поэтому не стоит еще есть и урбич в этой связи, где очень большое количество как раз продуктов окисления и как раз образования вот этих самых гидропероксидлипиды и других соединений окисления жиров. Вторая причина. Поймите, что такое семена либо орехи? Это в том числе белки. Жиры, белки, углеводы, но там много белка. Белки должны расщепляться, перевариваться гораздо дольше, чем углеводы. А простые углеводы, а там, безусловно, они есть глюкоза, фруктоза, а более того, туда добавляют в урбичи либо сахар, либо мед. Поэтому это еще и вот эти быстрые углеводы в большом количестве. Что происходит? Переваривание углеводов быстро, и они как бы, если примитивно говорить, чтобы время не терять, а вы же не любите терять время, хотите кратко, большинство людей, да, очень просят быстро все ему расскажи. Поэтому быстрые углеводы легко из желудка в 12-перстную кишку, в следующий отдел ЖКТ после желудка, да, то есть первый отдел тонкого кишечника быстро проходит. И они как бы протаскивают за собой еще не переваренные до конца белки. А там уже какая среда? Не кислая, как в желудке, а щелочная среда. И поэтому хуже перевариваются белки. Даже несмотря на то, что в 12-перстную кишку выходит проток общежелочный, по которому еще и панкреатические соки из панкреатической, то есть поджелудочной железы, идут вместе с ферментом трепсином, который как бы доразбирает белки. Все равно этого недостаточно. И тогда возникает проблема характера какого? Дисбактериозного, то есть синдром раздраженного кишечника, синдром дырявого кишечника усиливается, усугубляется, когда происходит вот этот десбаланс. Дело в том, что вы слышали наверняка про такую систему питания. Давно, в советское еще время, как раздельное питание. И в этом есть суть и абсолютная правда, что белки отдельно в идеале должны быть с долгими длинными углеводами, а быстрые углеводы категорически несовместимы с белками. С белками совместимы жиры, с белками совместимы длинные углеводы, то есть зелень, овощи, но категорически ничего сладкого. Урбич сладкий? Все, вопрос закрыт. Это вторая проблема. И уже этих двух достаточно для того, чтобы разумный человек никогда не потакал своим пристрастием и, так сказать, ел этот урбич. Но есть еще третье, например. Сахар сам по себе. Но если там синтетический сахар, вообще вопрос закрыт. Ничего, что содержит синтетический сахар, есть нельзя. То есть ни печенье, ни какие те продукты, которых вообще в природе не существует. И об этом у меня есть видео отдельно о сахаре там и другие подобные. Так, это третья проблема. Идем к четвертой. Арахис, коли уж мы говорим об арахисовой пасте, меня просили ответить на этот вопрос. Арахис, дорогие друзья, это не орех. Это боб. Он относится к семейству бобовых. Там гигантское количество лектинов. Это первая проблема арахиса. Лектины – это белки, которые вызывают воспаление. Самый известный из них – это глютен. Но он в зернах в основном, да? Но не он один, а их около ста. И самые серьезные лектины, которые практически не разбираются, которые обязательно будут вызывать воспаление, устиливать, особенно если у кого-то есть болезнь аутоиммунного характера, различные воспалительные процессы, не дай бог доброкачественная, либо злокачественная опухоль, категорически это должно быть исключено. Все лектины, содержащие продукты, есть нельзя. Ну а рекордсмены среди них – это, конечно же, посленовые и бобовые. И потому арахис я есть не советую. Вторая проблема с арахисом связана – это если неправильное хранение, если повышенная влажность, а производится он, как вы знаете, не у нас в стране, а переезжает и контейнеры, и морем, и самолетами, перепад температуры, влажности и так далее. И если не идеальное хранение там, на складах производителей, и здесь, на складах оптовиков, то тогда вы вспомните то, о чем профессор Кэмпбелл говорил, исследуя, китайское исследование проводили, на чем основаны были те нюансы, которые легли в основу понимания неадекватности потребления высокомолекулярных белков. Арахис богат белками, и это идеальная среда при определенной влажности и неправильном хранении для грибков микромицетов. Арахис серьезнейшим образом поражается грибками микромицетами разными видами из рода аспергил. Все помнят черную плесень. Это один из видов, относящихся к большому роду аспергилам. Аспергилы выделяют афлотоксины. Ядовитый продукт. Это органические соединения. Это смертельно опасные микотоксины. И они относятся к классу поликетидов. Страшные отравляющие вещества. Отравляют печень, почки, весь организм. Про арахисовую пасту теперь в этой связи вы все поняли. И окисление липидов, и микотоксины, возможные теоретически при неправильном хранении, и, конечно же, высокомолекулярные белки, лектины, и просто белки с углеводами, которые не дают в полной мере перевариваться белкам. И возникают дисбактериозные состояния. И такие состояния, уже вторичные, когда питательные вещества, даже из другой пищи, уже не могут в полной мере перевариться и всасываться в кровь в должном, нужном количестве. Потому что возникают состояния, близкие к дисбактериозным, даже если самого дисбактериоза нет. Эта пища несовместимая между собой. Неестественная. В природе такого симбиоза нет. И по понятным причинам. Потому что так природа не предусмотрена из-за наших определенных биохимических процессов. Это извращение законов природы. Этого не должно быть. И человек за это платится. И так четыре причины объяснил. Ну а теперь пятая. Она, конечно, не главная здесь, потому что не все термически обрабатывают мед. Но, дорогие друзья, вот это видео о меде, посмотрите. Категорически термически обрабатывать мед нельзя. Некоторые урбичи делаются при низкотемпературных обработках. Тогда это не так важно. Но некоторые при высокотемпературных. И тогда фактор наличия меда категорически недопустим в продукте. Итак, дорогие товарищи. Один любой фактор из, по крайней мере, первых четырех уже говорит о том, что категорически нельзя это потреблять. Вывод делать вам. Вам жить. Ваш организм. Но я своим гражданским долгом считаю предупредить об этом. Почему я, кстати, имею возможность продавать в своем интернет-магазине хороший, экологически чистый, из хорошего сырья. Урбичи этого не делаю. Никогда не делал. Мои старые покупатели, зрители знают об этом. Почему? Потому что это противоречит моим нравственным и биологическим знаниям. И я не могу через себя перейти, нарушить свои принципы и вредить людям. Вот, собственно говоря, и все. Я думаю, надеюсь, что это видео было для вас очень полезным. Оценивайте его, ставьте тогда лайки. Но делитесь с другими людьми, чтобы они тоже знали, глупости не делали и не потакали своим привычкам. Много вкусного чего существует. В конце концов, натуральные фрукты, ягоды, если уж мы гомо-сладком вкусном. А тем более, кстати, это с хлебом. Уж тем более не сочетается. Там тоже полно быстрых углеводов. И это вообще несочетаемая еда. Кстати, хлеб содержит тоже лектины и даже цельнозерновой и так далее. Поэтому не все то, что привыкли люди есть в последние десятилетия, не столетия, этого не было раньше. Не все полезно. Далеко не все. Полезно то, что выросло. Бог создал пищу, а дьявол кулинара, который вот это все и придумал. Вот это истинная правда. И могилу мы копаем с себе, в том числе ложкой и вилкой. Давайте хотя бы этого не делать. Сейчас и так много очень факторов вредных, которые влияют на нас, на человека. Разных антропогенных, электромагнитных источников взлучения и прочее, чтобы мы еще и пищей себя так убивали глупо, потакая своим вкусом. Но на этом все. Ждите мои новые видео. В том числе вот такие коротенькие о разных важных темах, которые я разбираю буквально за считанные минуты. Обязательно оставляйте комментарии, чтобы это видео поднималось в рейтингах. Тогда у меня будет стимул, интерес создавать новые интересные видео для вас. Ну что ж, всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok